Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о нападении на конвоиров и попытке побега из здания суда. К тому же выяснилось, что в безумца ранее уже стреляли. В 2017-м табельное оружие применяли инспекторы ГАИ во время погони. Все подробности прямо сейчас. На этих кадрах грузовик пытался скрыться от полиции. Съемка 2017 года. Служители закона решают применить табельный пистолет и открывают огонь по колесам. Тогда гонщик остановился и побежал в лес, но был задержан. Им оказался Павел Волосов. В результате нескольких выстрелов по колесам «Газели» автомашина остановилась, но водитель выбежал и попытался скрыться в лесном массиве, где его и задержали наши сотрудники. Тогда Павел Волосов подозревался в воровстве. В кузове его машины была найдена часть краденого имущества из садового товарищества. Ущерб садоводы тогда оценили в 250 тысяч рублей. В марте 2018 ему вынесли приговор. Два с половиной года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Но, кажется, тот урок он не усвоил. И в прошлом году расправился с тещей. Он выследил ее и попытался выяснить, где прячутся его жена и дети. Но она не сказала, ведь в последнее время он преследовал бывшую жену. По версии следствия, замолчание он задушил 68-летнюю тещу, а рот заклеил скотчем. Ее тело нашли в машине в гараже. И когда услышал суровый приговор, пришел в ярость. Инцидент произошел в дневное время после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий полицейские применили огнестрельное оружие. Эти кадры из городского суда города Карабаш теперь улика в материалах дела. После оглашения приговора конвоиры уже собирались доставить заключенного 40-летнего Павла Волосова в СИЗО. Но тот, судя по съемке, попросился в туалет. Там он достал заточку и напал на полицейских. Служители закона такого явно не ожидали. Они пытались его остановить. Но тот словно обезумел. Нанеся травму полицейским, осужденный решил бежать. Тогда полицейский открыли огонь и ранили его в ногу. В настоящее время один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России Кыштымский госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой сотрудник получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. Сам осужденный с огнестрельной раной правого бедра тоже госпитализирован в местную больницу. Сейчас на осужденного завели еще два уголовных дела. За посягательство на жизнь сотрудников полиции и за попытку побега. Местный житель после оглашения приговора за совершение убийства в одном из городских судов металлическим предметом нанес ранение двум сотрудникам полиции, осуществлявшим конвоирование. После нападения мужчина выбежал из помещения суда и был задержан сотрудником полиции после применения табельного оружия. Кроме того, выясняется, как осужденный смог пронести заточку в здание суда и где он ее взял. Видимо, вопросы у следствия возникнут и к руководству СИЗО, где он содержался перед тем, как за ним приехали конвоиры.